Трагедия случилась вот на этой детской площадке. Малыши вышли гулять после завтрака. Как рассказывают очевидцы, неожиданно они услышали треск над головой. Воспитательница сразу же попросила детей разбежаться. Шестилетняя Алина не успела. Ветка, упавшая вот с этого дерева, проломила девочке голову. Ветку следователи уже опилили для экспертизы, но говорят, что в месте излома она была очень острой. Ребенок умер в больнице на операционном столе. У девочки была открытая черепно-мозговая травма. Сотрудники дошкольного отделения 59-й школы комментировать ситуацию отказались. От городского департамента образования удалось получить ответ по телефону. Существует практика о том, что руководители должны подать заявку, если дерево опиловка или целиком спил дерево, они должны подать нам заявку. Либо сделать это самостоятельно. Но ни разу не было вопроса об этом дереве. Ну и руководители сейчас утверждают о том, что визуально она не могла определить, что это дерево аварийное, потому что оно зеленое. Да и Юра дерево не аварийное. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что ветки на нем обламывались не раз. Кто отвечает за эту ситуацию, решат эксперты. Днем на месте происшествия работала оперативно-следственная группа. В любом случае, в течение сегодняшнего дня будет возбуждено уголовное дело по двум статьям. Это 238 и 293. Халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если вина каких-либо определенных лиц будет доказана, и уголовное дело направится в суд именно по этим статьям, то им грозит срок наказания от штрафа до лишения свободы вплоть до 6 лет. Между тем, местные жители называют эту трагедию закономерностью. Рассказывают ветки на территории всего поселка. Падают, как дождь с неба, регулярно и повсеместно. Это в одном из дворов обломилось в тот момент, когда наша съемочная группа готовилась к интервью с Сергеем Филимоновым. Его дочка ходила в одну группу с погибшей девочкой. У меня сейчас просто ребенок в деревне отдыхает. Вот я сейчас узнал, сам ходил. Ну а сами видите, что происходит здесь. Прямо при нас вот, только сейчас прям приземлилось. Я не знаю, машину боимся стоять. Как бы уже, а то, что гулять здесь, у меня здесь вообще опасно. Я стояла на балконе, и вот женщина прошла, видать, на автобус. И вдруг около вот этой двухэтажки у нас там где это, треска такая. Я думаю, господи, она побежала. Ну это, конечно, вообще не смотрела за деревьями. Очень страшно. Идешь, знаешь, свалились или нет. В нашем поселке творится очень большое безобразие. В администрацию сколько раз обращались. Вот я лично, как старшая по дому, писала. Три года пишу заявки о пиловке деревьев вокруг нашего дома. Вот, пожалуйста, одно лежит на крыше, с этой стороны ветками бьет по стеклу. Второе дерево обломилось, только автобус прошел. Ладно, как говорится, не по стеклам автобуса. С той стороны дерево тоже уже прорастает на крышу. И вот, представляете, никаких, как говорится, движений. Никаких абсолютно. Такие деревья здесь в каждом дворе. Причем ломаются не только ветки, но и сами стволы. Кое-где они лежат на газовых трубах. В районной администрации комментировать ситуацию не стали. Сказали, сейчас не до этого. Надо помочь семье погибшей девочки.